В этом видео я расскажу и покажу тебе, как сделать супер простой вот такой параллакс эффект в Powerpoint. Мы с тобой добавим фотографию, разделим ее на несколько частей, поработаем с тенями, поработаем с текстом. Ну и вообще, после этого урока ты сможешь, например, повторить даже вот такой эффект, сможешь сделать такой слайд. Или, например, вот такой, я несколько примеров для тебя подготовил. Или даже вот такой пример, ты тоже сможешь его сам потом сделать. Мы сделаем с тобой, именно повторим первый слайд. Привет, меня зовут Миша, я учу делать тебя вот такие странные, необычные, интересные презентации. Мы сразу же с тобой начнем. Есть у меня вот этот слайд отдельный, я сюда добавил уже фотографию, добавляя на свой слайд тоже абсолютно любую фотографию, будешь за мной повторять, тоже все это будешь разбирать. Я выбираю фотографию, захожу на вкладку формата рисунка, здесь выбираю обрезать, выбираю пропорции 16 на 9. Это нужно для того, чтобы фотографию мне сделать размером с мой слайд. Я поставлю ее в угол, увеличиваю, поставлю, растяну до другого угла. Вот фотография, она заполнила весь слайд. Сейчас мы эту фотографию будем обрезать. Для того, чтобы не накосячить, я задублирую слайд, буду это делать на другом слайде, но мы к первому еще обязательно вернемся. Обрезать я буду с помощью фигур, поэтому мне нужно зайти на вкладку вставка, фигуры, здесь выбрать вот эту фигуру. Параллелограмм, параллелограмм я вставляю на свой слайд. Почему именно этот параллелограмм? Потому что у него вот этот угол скоса, по которому мы будем обрезать, он всегда одинаковый. Вот сейчас я увеличу, а вот смотри, я буду прибавлять, убавлять вот эту фигуру, угол, он не меняется, что отлично нам подходит. Я добавил вот эту фигуру, и мне нужно ее расположить на фотографии уже там, где у меня будет линия обреза. Я вот, ну плюс-минус, также можешь за мной повторять. Приблизительно на этом расстоянии можно ее поставить. Я выделяю фотографию, зажимаю клавишу shift, выделяю фигуру, на Windows ее нужно нажать control, захожу на вкладку формат фигуры, выбираю здесь инструмент объединения фигур, но тут выбираю вычитание. И у меня, хоп, фотография, она обрезается, и получается вот такой вот кусочек. Давай для того, чтобы дальше удобнее и быстрее работать, мы сразу на вот этот кусочек добавим тень. Я на него нажимаю правой кнопкой, здесь выбираю поле формата рисунка. У меня открывается дополнительная настройка, здесь я выбираю вот этот пятиугольник эффекты, здесь я выбираю тень. Давай сначала заготовку выберем, вот эту тень вправо, чтобы она падала. И тут я уже помню эти параметры, потому что слайд делаю не первый раз. Прозрачность поставлю 40, размер поставлю 101, размытие поставлю 40, но ты опять же можешь поэкспериментировать, поставить какие-то другие параметры. Дальше мы теперь будем работать с вот этим кусочком. Я его дублирую, нажимаю command D, либо на Windows Control D. Поставлю, я его задублировал и выравниваю именно над фотографией. Дальше я захожу на вкладку вставка, выбираю фигуры, выбираю инструмент тот же самый, не инструмент, а фигуру, параллелограмм. Выравниваю по нижней границе слайда, выравниваю по верхней границе слайда. И теперь мне нужно сделать угол в другую сторону, то есть не вот так вот справа вниз, ходящий влево, а в обратную сторону. То есть я могу вот так вот, хоп, его развернуть, и у меня угол, получается, падает в другую сторону. Теперь мне нужно эту фигуру расположить точно так же на фотографии. Я поставлю плюс-минус вот сюда, дай даже чуть-чуть. И теперь я выделяю снова фотографию, выделяю фигуру, захожу на вкладку формат фигуры и снова вычитание. И смотри, обрати внимание, то что тень, она у нас уже сохраняется. Дальше я снова беру именно большой кусок, да, вот этот, копирую, вставляю, либо дублирую, снова выравниваю на этом же месте. Захожу на вкладку вставка, фигуры, снова параллелограмм, выравниваю по нижней границе слайда, выравниваю по верхней границе слайда. И теперь вот так вот выравниваю, теперь угол мне менять не нужно, и я плюс-минус вот так оставлю небольшой уголок, выделяю, даже можно чуть-чуть побольше, выделяю фотографию, выделяю фигуру, захожу на вкладку формат фигуры, выбираю вычитание. И вот что у меня получилось. А потом мы вот эти эффекты, не эффекты, вот эти кусочки будем анимировать. Я нажимаю Command-A, либо на Windows-Ctrl-A для того, чтобы все выделить, копирую Command-C и вот сюда уже вставляю Command-V. И они у меня транспортируются все на этот слайд, и в целом выглядит это как одна единая фотография. С этого слайда мне они тут не нужны, я их отсюда могу удалить. Здесь мне нужно еще добавить то же самое в правую часть слайда, поэтому я фотографию снова копирую, вставляю ее на этот слайд. И сейчас проверну то же самое, только уже с правой частью этой фотографии. Я думаю, я это ускорю, я думаю, принцип самое главное, что ты понял. Пока я там быстро нарезаю вторую часть, я хочу напомнить тебе, что все материалы, которые использую в уроках, я прикладываю в описании. Поэтому ты сможешь в описании найти ссылку, скачать вот эту презентацию, даже вот эти слайды и примеры, которые я использовал, и использовать в своей работе. Вот я и сделал вторую часть нашей фотографии. Мне теперь нужно все это дело скопировать и вернуть на первый слайд, и сюда снова вставить, потому что анимацию мы будем настраивать именно на этом слайде. Вот этот второй слайд мы можем его спокойно удалить, потому что он нам не нужен, мы будем работать дальше только с первым слайдом. Но вот в чем незадача. Когда в PowerPoint находится очень много фотографий, причем эта фотография, она очень высокого разрешения, она очень тяжелая, и получается у нас здесь аж 7 штук этой фотографии. Очень тяжелый получается слайд по размеру, и честно, у меня даже самого PowerPoint начинает немного подлагивать. Что можно сделать? Можно зайти на вкладку в File, здесь есть кнопочка сжатия рисунки. Я обычно делаю, когда вот получается много слишком фотографий, и здесь мы можем выбрать качество рисунка, убавить его, например, для просмотра на экране. И самое главное, что нам сейчас нужно, это удалить обрезанные области рисунков. Я нажимаю ОК, это для того, чтобы вот эту часть, которую мы обрезали, она не сохранялась, и теперь, конечно же, работа самого PowerPoint, она будет быстрее. Теперь нам нужно здесь настраивать анимацию, но перед этим мы еще добавим нашу надпись. Хотел добавить именно надпись для того, чтобы показать, да, как это работает. Я здесь возьму и что-нибудь напишу, абсолютно любое слово, просто чисто для примера. Зайду на вкладку Главное, выберу шрифт, допустим, Monster Rad, сделаю его белым, и размер поставим, давай, для начала мы поставим размер 40, она у нас будет немного увеличиваться. Сделаю по центру для того, чтобы удобнее было, и вот так вот убавлю, чтобы было ее удобнее потом трансформировать. Сейчас, смотри, мы ее поставим вот сюда, я выделяю, получается, текст, выделяю вот эту фоновую нашу картинку, нажимаю правой кнопкой и отправляю их на задний план, на задний план, для того, чтобы надпись, она ушла у нас за вот эти кусочки. Дальше я нажимаю правой кнопкой на сам слайд, нажимаю дублировать слайд, у меня он дублируется, и здесь на втором слайде я уже перемещаю вот эти объекты именно так, как мне нужно. Я их могу увеличить и увести немножечко влево. Беру вторую кусочек, увеличиваю, увожу снова еще немного влево. Здесь уже включился у нас такой креативный наш творческий процесс, могу сделать еще побольше. Вот даже вот так сюда еще увести творческий и креативный процесс, поэтому здесь ты можешь хаотично просто увеличивать, разбрасывать вот эти кусочки и уже смотреть по финалу, что получается и как можно менять, изменять. Потом вот эту фотографию я ее тоже увеличу, причем с сохранением центра, вот так. И еще последний элемент, я вот на эту фотографию, на которой у нас на фоне, нажму на формат рисунка, я ее немного затемню, потому что у нас будет белый текст, для того, чтобы его было хорошо видно, я поставлю здесь минус, ну давай 30, посмотрим, как будет, ой, минус, минус, не плюс, минус, минус 30. Вот, она у нас стала темнее. Так, теперь мне еще нужно найти мой текст, где у меня текст. Текст я вывожу на центр, сейчас вот эту верну сюда, текст поставлю в центре и давай здесь мы уже поставим ему размер не 40, а уже где-то 70, для того, чтобы он был покрупнее, поставлю вот сюда бодрость и поставлю вот сюда в центр. И для того, чтобы настроить вот эту интересную анимацию перехода, я захожу на второй слайд и здесь выбираю, зайду, во-первых, на вкладку переходы и мне нужно выбрать анимацию трансформация. И вот мы уже видим, да, что получается. Я сейчас зайду на слайд-шоу для того, чтобы в полном объеме все это тебе показать. Вот такой суперпростой у нас Parallax Effect получился, причем можно экспериментировать еще и с фигурами. Как я на примерах показывал, можно делать круглые, можно делать там прямоугольные или даже из треугольников что-то можно попробовать. И вот такие слайды интересные получаются. И еще хотел показать тебе слайды с моего онлайн-курса, с большого онлайн-курса. Если ты хочешь научиться делать классные презентации, хочешь получать от меня обратную связь, выполнять домашние задания, приходи ко мне на курс, ссылка на него будет в описании. А вот эти слайды, которые я показываю, это из последнего урока по анимации, который я недавно только записал, туда уже выложил. Вот эти слайды, они разбираются уже внутри курса. Если хочешь научиться делать так же, приходи ко мне на курс, будем с тобой вместе учиться делать классные презентации. А в следующем видео, которое выйдет через неделю на этом канале, мы с тобой сделаем вот такие вот слайды, причем много их будет. Мы с тобой сделаем что-то типа интерактивного меню, причем все это меню, оно будет кликабельно. Можно вот так вот кликать по тексту и перемещаться по слайдам. Расскажу, как ты сможешь быстро и легко интегрировать вот этот эффект в свою презентацию. Поэтому подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Спасибо, что досмотрел этот урок до конца. Делись своим мнением по этому уроку в комментариях. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok